Больше 80 лет назад здание по улице Михаила Сеспеля в Чебоксарах построили специально под офтальмологическую больницу. Сейчас там институт усовершенствования врачей. О том, как ремонтируют объект культурного наследия, далее. С высоты птичьего полета этот объект похож на самолет. Институт усовершенствования врачей находится в самом центре Чебоксар. Это здание с богатой историей и является объектом культурного наследия регионального значения. Его построили в 1937 году как специальную больницу для лечения опасного заболевания – трахомы. Именно в этом здании знаменитый хирург Святослав Федоров провел первую в Советском Союзе операцию по пересадке искусственного хрусталика. С 80-го года в стенах больницы 30 лет работали кардиологи. Уже в 2012-м палаты больницы начали переоборудовать под учебные классы. В результате проведения ремонтных работ нам удалось создать новые просторные светлые учебные комнаты. Так вот, в ходе последнего ремонта мы решили подойти уже довольно-таки серьезно к внедрению новых технологий в обучение. Так у нас созданы сейчас в результате ремонта все условия для организации симуляционного кабинета. Здесь у нас вот в этих рабочих наших кабинетах, наших учебных комнатах будут оборудованы симуляционные кабинеты уже роботами, манекенами. И здесь уже не выезжая за пределы республики, наши врачи могут обучаться новым методам лечения, диагностики, ну и профилактики многих заболеваний. В институте молодые медики проходят ординатуру. Врачи и медсестры повышают квалификацию. Один раз в пять лет мы повышаем квалификацию по основной специальности. Проводятся здесь разные конференции. Получаем тематическое усовершенствование. Это вот 36-72-часовые курсы. В этом же здании располагается музей истории медицины, который ежегодно пополняется новыми экспонатами. Здесь представлена экспозиция, начиная с первобытного общинного строя до сегодняшних дней. В здании находится уникальная библиотека, которая хранит журналы и медицинскую литературу с работами известных профессоров. В хранилище истории медицинских открытий ремонт уже завершили. Осталось реставрировать фасад здания и поменять крышу. Татьяна Трофимова, Алена Алтухова, Борис Андреев, Республика.